доброго времени суток сегодня хотел бы рассказать про снасть так называемый вертолет много я не рассказывал не рассказывал писал в группе друзьям рассказывал это просто так не показать объяснить надо показывать в принципе снасть очень простая бюджетная мало затраты собрать ее можно в домашних условиях не прибегая каким-то массовым финансовым затратам стоит она из основания железочка сама трубка железная берется с одной стороны заточена для того чтобы в зимнее время когда разбиваешь лунку пешную как правило если ездишь уже в глухозиме то берешь пешню и бур можно не бур можно сверло какой-нибудь взять и сделать из него просверливать зигзагообразную с ручкой сверлить но таких штук нету тесте есть а так один-два удара пешни она ставится легко под углом как правило против течения если течение в ту сторону остается так вот трубка внутри полая внутри находится у нас грубо говоря как кивок сгибается там уже по длине они разные бывают остается она ставится на в таком положении по течению течение у нас ту сторону здесь у нас кивок на кивок устанавливается пластина не пластина колокольчик знакомые летние колокола вешают и в бубенчики вот вешается бубенчик если у вас там три пять шесть домах срабатывание рыба загибает лечь он просто гнет если попадается плотва и другая рыба слона как правило веские поклёшки видно слышно хорошо видно еще из-за того что вот этот наконечник он изготовляется довольно крупный заметно его издалека метров с 50-60 легко увидеть изготовляется из пластика из пенопласта красится в оранжевый цвет сюда на сам кивок выставляя на сам кивок выставляется вот такой 1-2 кемрика здесь было два остался один срезал на морозе замерзает приходится периодически заменять вот вставлять кивок чтобы нагрузку равномерно была то есть если сделаешь так то леска будет торчать не увидишь поклевка или у тебя что вот так она по стабиле стоит вот далее вот так выбирается походное положение здесь у нас пружинка обычная самая стандартная пружина чего не необычно нет можно как использовать из подручных средств можно проволоку просто у меня других вертолетов проволоку стоит тонкая столистая вот она немножко по-другому устроена в принципе любого рода сигнализатор который будет показывать вам поклевки здесь у меня стоит винт который фиксирует обычно винтик просверливаешь все то есть она никуда не девается все она на месте ставлю катушку самую дешевую бюджетную стоит она магазина где-то в районе 15-20 рублей маленькая сам туристическая или как они как советском союзе раньше были желательно на металлической основе потому что зимой на большом морозе бывает всякое ногой зацепишь начинаешь снимать ее ногой ударил по стойке стойка гнутая да как побывала она у меня на рыбалках ни на одну ни на двух ни на трех ловлю год на четыре погнулась лед хватает на морозе чтобы выбить ее не хватает сил приходится прибегать к силе ног вот с внешней стороны ставлю пенопластовую прослойку на эту пенопластовую прослойку в дальнейшем крючки собирания домки для удобства втыкаются далее леска используется 03 035 04 толще я не видел опять что таких уж совсем не было далее ставим груз грузик тоже простой продается в магазинах самый дешевый я ставлю у меня ставят 4 5 6 шестерка это для довольно таки сильного течения как правило для среднего течения хватает четверки далее идет у нас основная леска от этой основной лески у нас идет вертелюжок к этому вертелюжку с одной стороны основная леска с другой стороны леска на которую мы ловим это леска с используется я использую 0.25 0.22 это леска примерно метра два два с половиной силу то чтобы она играла еще один момент хотел бы утащи показать рассказать вместо грузови некоторые используют кормушки обычные летние кормушки фиксируют ее намертво или же как донки он собирает самый простой стат антизакручиватель прищелкиваю кормушку набивают кашей бывает подходит рыба но это я видел видео ну не более того сам попробовал разного три-четыре эффекта такого супер-пупер рыба становилась на прикорм стояла нет зимой она не особо реагирует по первому может быть уходи мне больше по стоянке попал на стоянку будешь рыбы не попал ищи дальше вот далее идет у нас такая леска дальше возле груза на протяжении вот этих двух двух с половиной метров лески на 25 ставится крючки обычной поводочке привязываться делается петелька петелька в петельку и вот такой поводочек на этом поводочке сантиметров может 15-20 он не больше крючочки используем маленькие под мотылика где-то 4 5 номера не более может даже тройку как правило рыба если даже крупная там 800 под килограмм то засекается заглатывает жадно она сидит вот не знаю видно не видно крючки пользуюсь фирма овнар вот давно пользуюсь дорогие но качественно они этого стоит ребят как бы там хватает на сезон закупаясь 5-8 пачек хватает за глаза за уши леска вот эта идет на протяжении двух-трех метров двух с половиной метров более трех это уже тяжело водить рыбу если вы попадаете то это крючки если ставится много крючков вот как попадаются люди лорда там по 5 по 6 крючков смог узнаю то что два три четыре крючка и довольно таки уже хорошо потому что выводишь если первый лед хорошо легко вытащить а если вот уже в глухозиме ездишь лед толстый довольно таки тяжело завести крючки постоянно цепляются за кромку снизу если буром буришь то остается острая кромка эта кромка срезает всю снасть бывает верхний жучок зацепляется чуть посильнее дернул вся снасть упала по течению смотришь вертолет убираешь хорошо если есть на запасе вот далее самую главную часть в этой снасти это так называемый уголок уголок делается я делаю из нержавейки самый простой дешевый день на работе если получается то обрезки сессареев наладчиков делаю обрезки заготовочки таким она на прямая делается просверлил сверлом где-то тройка три с половиной четыре больше не делал дырки вот отверстия вставляю кембрик из кембрика по кембрику дабы не срезала по острию металла выпускаю леску завязываем далее вот это она прямая пластина делается загинается в этой пластине делаю два отверстия с одной стороны с другой стороны с зазором где-то миллиметров 5 не больше сгинается получается такой уголок грубо говоря то уголок опускаешь на течение там есть течение хорошую к моментально засасывает втягивает его туда и он уходит все снасти это так далее в конце вот это уголка для чего сверлиться два отверстия вставляется еще один кембрик остается еще один поводок бывают рыбалки когда вот именно только вот на это почему-то на самый последний на самый крайний крючок только рыбы садится бывает только когда груз на груз грузу ближе садится бывает да только вот на эту штуку садится здесь можем подлиннее поставить здесь подальше от снасти ставится крючок такой по длине сантиметров 40 45 может не более вот крючки такие же волнар под мотылика под крупного хорошо идет насаживаю по 4 по 5 мотыля чтобы крупнее было то есть он пучок на течение играет вот эта самая снасть под натяжением под силу отечения она распрямляет грубо говоря она на дне лежит она ее поднимает и поступательно уж какие там движения я не знаю ну рыбе нравится реально нравится ее рыба ловится вся ловится начиная от самого маленького пискаря ерша и заканчивая судаком щука щука самый главный враг попадая на эту снасть она ее просто срезает ну соответственно щетки и так далее и подобное ловил я его начиная от судака белоглазка платва платва белоглазка сине сгустера это наш контингент который основная цель который всегда клюет на эту снасть грубо говоря то есть белая рыба залетает хищник залетает были паимки судака щуки были паимки на такую снасть ну это и как уж там повезет судак он свободно там еще так нету там клыки пробиваешь краешек губы спокойно вытаскиваешь в принципе ловили ну не крупную протоку до килограмма но попадался так далее к этой снасти мы возим с собой набор вот таких вот бубенщиков ну это кто как кто-то привык смотреть грубо говоря сидеть смотреть тихушники так называемые то есть поставят а сидят на них смотрят снасть проверяется в течении на 15-20 минут потому что бывает кивок стоит на месте никакие движения жизни не подает каждые 20 минут бегаешь проверяешь вот я с собой вожу 8 донок по морозу даже минус 15 это очень тяжело для одного человека есть люди я не спорю ездят и по 20 ставят воротолетов это трудяй стандартно продается так думаю в любом магазине вот заготавливаю заранее дома навязываю крючки с поводками разной длины разной толщины разных размеров то есть бывает экспериментально вот я ловил сезон ездил ставил крупные крючки ставил червя ставил мотыля пробовал опарыша самая лучшая насадка это мотыль у нас на опарыша ни разу ничего у меня не попадалось хотя люди отписывались да то что ловили были случаи на червя кроме как по откусанных концов тоже ничего не садилось но там крючки соответственно восьмерка девятка то есть там простой рыбе по зиме ну ей как бы неохота хватать большие куски слопать маленькие потратить меньше энергии вот такие самые маленькие на мотовилах пишу диаметр лески для удобства но в принципе если они твои ты и так знаешь 0,18 0,2 здесь не указано здесь уже зал знаю 0,25 то есть по разному рыбу по разным условиям вот это один вариант второй вариант еще у нас имеется вот такие губки я с собой иногда беру то есть неохота тащить большой навязок ручков 15-20 в губки обычно бытовые губки в каждой наверное семье имеются в каждом хозяйственном магазине продаются только копейки буквально там рублей 30-50 набор там из 5-6 штук если это жена то может просто у жены одолжить пока она не видит грубо говоря вот надо взять поводки складывать две губки хватает в пакет целлофановый и в рюкзак или там кто в ящик то есть они не нутся ничего им не бывает смялась там под одеждой под снаряжением достал они как были такие остались на губках я грубо говоря держу запас резки то есть я же не знаю какой мне оборвется самый дальний вот от этой штуки самый длинный поводок который здесь стоит на конце или самый ближний навязываю запасом запас резки где-то сантиметров наверное по полметра сантиметров 40-45-50 вот приготавливаю уже под условием и там уже на месте соответственно делаю петельку в том месте которое мне надо вот пользуюсь я с собой вожу постоянно где-то вертолетов оси больше не беру потому что имеет смысл взять если едете первый раз на водоем или первый раз не на водоем а на это место где будете ловить вот как штук наверное 10-12 хватает чтобы узнать хотя бы где рыба стоит я основную часть перекинуть то есть она бывает с утра стоит на мелководье потом плавно перетекает по ямам на мелководье как правило кормится там от давления зависит от фаз луны и так далее кто ловит белую рыбу он все это прекрасно знает понимает вот обнаружил рыбу сверлил поставил ставятся они с интервалом грубо говоря груз опустил где-то метра 3-4 делаешь то есть он у тебя в воде играет дабы не перехлестнуться со своей снастью там поставил допустим пяток вертолетов заставишь удочку поплываешь сидишь на удочку ловишь если рыба клюет то бубенчики делал свое дело бежишь снимаешь ну как правило с ними с этими донками я не знаю ни разу на одной рыбалке не отсидел так чтобы сидеть всю рыбалку с донками и ловить на полок такого не было то есть периодически поклевывает в принципе не плавно поклевывает вот сматывается он крайне просто сюда так делается леска вот крючочки у нас вставляется сюда раз на месте второй второй на месте кучки ребята обязательно с собой возить запасные чтобы на месте не вязать если уж там морозы действительно сильно попадал минус 32 да там руки замерзают моментально достаешь на речку приехал лунку пробил полотенчик советую с собой брать да холодно да неприятно крючатки лучше всего варежки скинул варежки скинул руки водичкой промочил полотенчиком полотенчиком сухим вытер руки красные поднимают экстремальные помогают контрасты вот в принципе все снасть вот я собрал буквально секунду за 20 полминута ну минута на морозе минута подключает штучка промерзает ко льду на льду и снега нету груз любит промерзать ко льду потому ножом отковыриваешь вот в принципе все что я хотел сказать рассказать об этой снасти вот по размерам вот этой штуки ну я не знаю сколько она сантиметров может пять по длине здесь в этом месте может сантиметра полтора на подъеме на этом маленькая большие особо не имеет смысла дело потому что большие отпугивают стандартно маленькая вот цвет тоже не отпугивает на дне дно темное поблескивает плавает привлекает ну в принципе и все если какие то будут вопросы пишите в комментариях обязательно отвечу расскажу дополнительно про это снасти ну а кто считает браконьерство ну ребят что могу сказать а вкус не спорят я летом ловлю на донке зимой ловлю на донке нежели бегать ну кто как кто как ладно до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч